То Бог ель, и яко Бог наш. ПЕСНЯ Пережив праздник, двенадцатый праздник воздвижения Животворящего Креста Господня, мы переживаем еще неделю это торжество. Мы поклоняемся, есть у нас возможность поклоняться всю неделю этому Животворящему Древу. И воскресенье, которое наступает, мы уже будем этот крест заносить. В воскресенье Церковь предлагает нам чтение, опять же напоминая нам о кресте, о значении креста. И неделя это называется «Неделя по воздвижению». Если брать евангельское чтение этой недели, то Христос нам говорит такие слова. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». «Крест. Во времена Христа было орудие позорной смерти. Мы знаем о том, что крест, после того, как Христос пролил Свою невинную кровь, распявшись на кресте, стало знаменем нашей победы, потому что на кресте Господь победил смерть. Но здесь Господь в Иоаннском чтении говорит нам о кресте, как о перенесении тех трудностей, которые переживает и должен переживать христианин. «Кто хочет идти за Мною, — говорит Христос, — отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мною». Все мы себя считаем православными христианами, достойными каких-то наград от Бога, достойными каких-то благодеяний. Но Христос говорит, кто хочет быть моим последователем, кто хочет, чтобы следовать так, как я следовал, возьми крест, возьми те страдания, возьми те переживания, возьми те скорби, которые тебе будут посылаться в виде этого креста, и следуй за Мною». Когда человек постигает эти все проблемы, беды и скорби, тогда он начинает отступать. Тогда его мнение о себе, что я вот такой хороший христианин, посещаю церковь, как ему кажется, очень часто, на самом деле это может быть один-два раза в году, вот тогда он показывает его христианство, тогда он становится уже не христианином по жизни, а только по названию христианином. Это случается с каждым из нас, потому что нести скорби, нести этот крест Христов для нас очень тяжело. Почему так? Потому что мы являемся маловерами на самом деле, то есть у нас слабая вера. Если бы мы помнили эти слова Христа и знали, многие о них вообще даже не знают, о том, что кто хочет быть последователем Христовым, нужно отвергнуть себя и возьми крест свой, говорит Христос. То есть нужно отказаться от себя, жить не только для себя, ведь человечество привыкло жить в удовольствие себе, в удовольствие своих страстей, в достатке. А Господь говорит, откажись от этого и возьми все, что себе будет посылаться. Если это бедность, то смирись с этим. Если это какая-то беда, тоже смирись и понеси этот крест. И тогда ты будешь счастлив, потому что с тобой будет Господь, твою жизнь будет благословлять Бог. Вот если бы так жили мы и многие христиане, тогда бы, конечно, было меньше бед. Тогда бы мы понимали значение Христа и значение крестной смерти. Ведь безвинный Бог, Бог смиренный, кроткий, вознес себя на крест ради того, чтобы и мы могли спастись через этот крест, через эти страдания Христовые. Отец Максим, многих людей, особенно незнакомых с православием, пугают слова «страдание», «крест», слово «смирение». А вот у архиепископа Война-Ясенецкого Луки Святого есть слова, которыми он обращается к своей пастве. «Я полюбил страдания». С одной стороны страдание, с другой стороны радость. Казалось бы, соединение несоединимого. Как научить людей, чтобы они не боялись этих слов? Всё зависит от нашей веры. Если мы смотрим в житие святых, наблюдаем за жизнью святых людей или святых старцев, как имели возможность люди раньше это делать, то видели, как человек живёт вроде бы в страдании, у него какие-то искушения, болезни, но он всегда бодр и рад, всегда поднят настроением. Всё зависит от нашей веры. Если человек не имеет веры, то, конечно же, все страдания и все проблемы для него будут казаться чем-то страшным. И не дай Бог, конечно, но многие люди делают большую ошибку, говоря то, что «за что меня Бог так наказывает?». На самом деле, чем ближе какой-то скорбь или какая-то проблема, какая-то беда, тем ближе Бог. Люди, многие христиане, которые искренне веруют в Господа, они, наоборот, переживают. В этом году у нас не было никаких серьёзных проблем. Значит, от нас отступил Бог. То есть совсем противоположно тому, как люди думают неверующие. То есть если у человека есть страдания, если у человека есть болезни, беды, значит, с ним Господь. Значит, это посылается ему для того, чтобы он через эти страдания, если он будет их переносить со смирением, с кротостью, с переданностью воли Божьей, тогда он будет очищать свою душу от грехов. То есть страданиями человек очищает свою душу от грехов. Через страдания Бог его спасает. Поэтому бояться страдания мы не должны. Но так как мы люди немощные, иногда где-то малодушные, вот нас и посещают такие мысли и такое устрашение, страх, боязнь этих болезней, страданий, бед. Но Господь сказал, что вы в мире будете скорбны. И православный христианин, истинно верующий, и понимающий слова Христа, верующий в них, то он, конечно же, принимает это. И крест этот в виде страдания несется смирением. Человек, который не хочет слышать слова Христа, конечно же, он ропщет, он боится, он не понимает, для чего мы живем на земле, чтобы страдать, многие спрашивают. Да, для того, чтобы через страдания быть с Богом, для того, чтобы через страдания очиститься, для того, чтобы через страдания Бог приблизился к нам, и нам к Богу приблизиться. Есть такое замечательное изречение «Бог гордым противится, смиренным даёт благодать». Смирение — это одна из самых замечательных добродетелей, но одновременно и самых сложных, потому что сложно смириться с тем, что происходит. Но, тем не менее, Церковь призывает нас к смирению. Для того, чтобы смиряться, нужно научиться смиряться. Как учиться смирению? Смирение — это одна из главных добродетелей, которая должна быть у каждого христианина. Но смирение — это труд. То есть это когда мы принимаем все эти скорби, всё то, с чем посещает нас Господь, и когда мы видим свои грехи, осознаём, что действительно я это достоин, достоин понести, потому что я оскорбил Бога. Но смирение, опять же, это непросто его приобрести. Смирение приобретается трудом, верой в Бога, видением своих грехов. Смирение для нас сейчас — это очень редкость, когда можно видеть человека смиренного, который действительно переносит все трудности, все беды, все скорби, все насмеяния, наплевания. Ведь вспомним жизнь Христа. Христос говорит в Евангелии — научитесь от Меня, потому что Я смирен и кроток сердцем. И смотрим, как жили последователи Христа. Как их унижали, они смирялись. Как их оплевали, по примеру Христа, они тоже не возмущались. Сейчас каждый человек ранимый. Одно слово может человека обидеть, какое-то действие может человека обидеть. Это все свидетельствует о том, что у нас нет смирения. Того смирения, о котором говорит Христос. «Возьмите крест свой, смиритесь с тем, что вам неспослано. Если ты имеешь достаток, но смирись и живи так, помогая другим. Если ты не имеешь достатка, если ты в чем-то имеешь нужду, тоже смирись, значит, это твой путь спасения. Если тебя где-то там задирает, над тобой смеются, потерпи, значит, чтобы ты научился смирению, Господь тебя спасает». Путь смиренных — это совсем не путь тот, по которому живет современный человек. Ведь Христос же предупреждает, какая польза человеку, если он приобретет весь мир. То есть если человек будет иметь весь достаток, всего мира, ведь как он приобретается? Он не приобретается смирением, а приобретается гордостью, обманом, каким-то лукавством, лицемерием. Этим и приобретаем мир. Господь говорит, а какая польза от этого? Ну, будешь ты иметь все богатства, но ты же душу свою погубишь. А через смирение Господь спасает нашу душу, если учит нас смирению, и мы слушаем Его слова, и последуем Его примеру. «Научитесь от меня, — говорит Христос, — ибо я кроток и смирен сердцем». Учиться смирению мы должны только у Христа, через Евангелие, которое Он нам преподал. Его унижали, Он смирялся. Он молился за обижающих Его, потому что Он знал, что Он исполняет волю Отца Небесного. Мы знаем из учений Церкви, что вообще случайностей не бывает. Всё, что с нами происходит, — это по воле Божьей, по промыслу Божьему, либо по попущению Божьему. И, конечно же, если человек живёт в таких условиях, как мы живём, один богато, другой бедно, другой счастливо, другой несчастливо, значит, это воля Божья. Для чего? Не для того, чтобы Бог любит одних, других не любит, третий хочет наказать. Нет, потому что это путь человека, который полезен ему, через который он может приблизиться к Богу. Мы знаем, что в основном, если человек имеет какой-то достаток, он человек тогда становится чёрствым, серебролюбивым, гордым. Человек, нуждающийся, он уже немножко склонен и помочь кому-то, немножко склонен и поддержать кого-то. Конечно, не все, у каждого своё. Если нам полезен достаток, мы будем жить в достатке, Господь нам даст, для того, чтобы не себе иметь, не себя угождать, не плоти своей угождать, для того, чтобы трудиться во спасении своей души и в пользу ближнего. Поэтому над каждым человеком есть промысл Божий. Над каждым человеком Господь промышляет, для того, чтобы его спасти. Но не принуждая его, потому что у человека свободная воля. Господь даёт право выбора — идти к добру или идти противоположно к злу. Но опять же, через промысл Божий Господь направляет нас к благим целям, благим поступкам, чтобы спастись. Потому что цель наша — это спасение, спасение нашей бессмертной души.